Вот нашла я такой памятный знак. Здесь говорится о том, что на этом месте находился Троицкий собор. Вот памятник зодчества XVIII века. Вот это место. Мы можем с вами его увидеть. А там Волга. Сейчас я подойду. Ветер, конечно, наверное, мешает. Но сейчас я подойду к Волге, к бюсту советского летчика. И посмотрим, как красиво смотрелся этот собор на этом месте. Вот здесь, на этом высоком берегу Невы. У Невы Волги. Волги, все время оговариваюсь. Вот стояла храм. Я тоже, что вы увидите, залегая был очень-очень красивый. Ну, сейчас здесь стоит такой замечательный каменник. Так, плохо он не отцвечивает. Я подойду вот сюда. Здесь очень хорошо. Вообще, меня поражают образы. Рыцарь неба. Представляете? Мы проходили по другой улице. Там воины неба. Такие вот названия, образы, да? О мужестве Арсения Васильевича и его любви к Неву. Он говорит, что, выйдя из госпиталя в чете, он теряет справку обманкомиссии и уже в августе возвращается в строй. Вот так. Он умер в 2001 году. Так что, мало быть героем. Надо еще остаться в живых. Четыре ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Суворова 3-й степени, орден Отечественной войны 1-й степени, два ордена Красной Звезды. И огромное уважение человеку, который остался живым. Как у большинства летчиков, у меня было профессиональное самолюбие. Я не хотел быть слабее товарищей и менее выносливым, чем они. На свое недомогание никому не жалуются. Вражеский самолет нужно уметь сбить с первой очереди. Не сумел, значит выдал себя, значит шансов на победу стал выше. Такие замечательные мудрые мысли руководства генерала-майора авиации Баражейкина.